Начнем выступление по тематике, математические модели событий прерывного разрушения звезд центра галактики. Давайте, Александр Николаевич. На весь экран вы можете нажать? Есть у вас там такое? На весь экран? F11, там нет какой-нибудь? Сейчас, одну секунду, на весь экран. Такой, суток. Вот так, одну секунду, F11. Сейчас попробую я нажать F11. Так, вот оно. Вот, да, все очень хорошо. Давайте начнем тогда. Хорошо, спасибо, Дмитрий Сергеевич. Итак, мой доклад будет посвящен некоторой математической модели, даже моделям событий прерывного разрушения. Они так называются. Центр галактик. Ну, что такое событие прерывного разрушения? Следует сказать, что этот термин содержит в себе уже некоторый посыл, который как бы определяет механизм этих событий. На самом деле, эти события, это просто яркие вспышки в центрах неактивной галактики. Я хочу подчеркнуть именно неактивных, потому что в центрах активной галактики там есть разные события и вспышки разной природы. Сейчас многие авторы распространяют этот термин, в том числе и на активной галактике, но все-таки это немножко другое. Ну, обычно вот такие события, вспышки, они объясняются прерывным разрушением звезд, сильно гравитирующими объектами в центрах галактики. Ну, по большому счету, эти события очень редкие. Ну, где-то около одного события за 10 тысяч лет в одной галактике. В частности, в нашей это ни разу не наблюдалось. Ну, к настоящему времени вот астрономы уже наблюдают чуть меньше двухсот таких событий. Это немного, потому что по сотне событий сверхновых за неделю регистрируются. Ну, надо сказать, что астрономические инструменты те же самые. Это автоматический поиск сверхновых, но эти события, они, конечно, отличаются. Ну, мотивация. Мотивация такая, что сравнивая вот кривые светимости с теоретическими моделями, мы можем каким-то образом изучить свойства вот этих центральных гравитирующих объектов. Что это такое? То ли это голые сингулярности, то ли это черные дыры, то ли кротовые норы. Надо сказать, что общее мнение сейчас оно такое, что в центрах галактики находятся черные дыры. Надо сказать, что по мнению многих авторов, не большинства, но многих, для такой убежденности слишком мало данных. И вот, в частности, вот эти вспышки, изучение этих вспышек, они бы дали бы, провели бы какой-то свет на природу этих объектов. То есть, главным вопросом является, что у нас в центрах галактики. То ли это черные дыры, как сейчас общепринято думать, к сожалению, слишком рано. Но эти центральные объекты могут быть и голыми сингулярностями, или кротовыми норами, или, например, регулярными бозонными звездами специального вида. Они, правда, не устойчивы. Ну, в докладе мы концентрируемся на статических, асимпатически плоских, сферически симметричных черных тырах и голых сингулярностях. Которые образованы вещественным самогравитирующим скалярным полем, которое, в свою очередь, минимально связано с гравитацией. Ну, выбор этот продиктован двумя обстоятельствами. Во-первых, две конфигурации, а именно черные дыры и дыры сингулярности, которые образованы гравитирующим скалярным полем. Они могут быть изучены одним и тем же способом, с математической точки зрения. А кроме того, вторая причина. Поведение вещества, барионного вещества в центральных регионах голых сингулярностей со скалярным полем. Оно, вообще-то говоря, дает альтернативное объяснение вот этим событиям. То есть, даже если они связаны с преливным разрушением, все равно природа вспышек, она будет другой. Это как будет видно ниже. Я хочу подчеркнуть, что никаких силок я не даю, потому что столько, в том числе и на наши работы. Потому что их столько, что сделать из них даже какую-то более-менее равновесную выборку невозможно. Их очень легко найти, все эти сотни работ, посвященных этим вещам. Но в том числе и работ, которые посвящены развлечению между голыми сингулярностями и черными дырами. В частности, работа, относящаяся к теням, так сказать, к изображениям черных дыр и голых сингулярностей. Ну вот, в частности, индийский математик Джоши, мы как-то с ним переписывались. Он, в частности, тоже опубликовал работу, касающуюся вот этих теней. И показал, что вовсе не обязательно, что те изображения, которые сейчас получены и для М-87, и для нашей галактики, стрельца со звездочкой, они могут иметь место и для голых сингулярностей. Так что, в общем, уверенности в этом нет. Ну, все-таки я хочу поподробнее описать модель. Вот действие 1, оно определяет эту модель. Значит, что в ней основное? Это, конечно, скалярные поля. Мы рассматриваем, как уже было сказано, сферически симметричное пространство времени. Это значит, что вот это действие, оно определяет геометрию пространства времени вне центра. В центре может быть какая-то масса. Пусть это будет какой-то, или это будет горизонт событий черной дыры, или это какая-то реальная квантовая масса, какое-то квантовое вещество, которое сидит в центре голой сингулярности. То есть, квантовые эффекты, как известно, они могут развитие самой сингулярности предотвратить и, в принципе говоря, привести к такому более-менее регулярному решению. Ну, в общем, что мы имеем в этом действии? Мы имеем достаточно значительную степень свободы, связанную с выбором потенциала самодействия линейного скалярного поля. Этот выбор с физической точки зрения для физически допустимых потенциалов очень широк. И что мы в результате получаем? Даже если скалярные поля не существуют в природе, что очень плохо, потому что как-то отчасти теории, в том числе и теории равной вселенной, придется отказываться. Даже если они не существуют, то скалярные поля позволяют нам моделировать такую анизотропную жидкость специального вида, когда по радиальному направлению и по азиментальным направлениям сферически симметричной конфигурации будут разные давления. То есть жидкость анизотропная. Так что, в общем, в любом случае мы это можем. А преимущество в том, что мы можем получить точные решения. Математические решения. Ну, во-первых, метрика. Ее удобно записать в виде 2, где все метрические функции, а также поле, зависят только от радиальных координат. Ну, асимптотические условия стандартные. В асимптотике решения должны совпадать с решением Швардшильда. А поле должно достаточно быстро стремиться к нулю. Скалярное поле. Так что асимптотические условия 3, они вполне себе понятны. Что являются основой модели? Основой модели являются, конечно, для метрики 2 уравнения Эйнштейна-Клейда-Клейна-Гордона. Клейна-Гордона-Фока надо было бы написать. Их всего 3. Эти уравнения. После того, как мы приняли внимание на тождество бианки, то в свердически симметричном случае остается только 3 независимых уравнения для трех, конечно же, неизвестных функций. f малое, f большое и, соответственно, поле φ. Ну, метрическая функция, которая определяет, что это будет там сингулярность или черная дыра, она по формуле 2, вот по второй формуле 2 определяется. Степень свободы у нас вот в уравнении 5 справа сидит. Вот это, собственно говоря, при уравнении целая система четвертого порядка. Замечательно, что она может быть специальным методом разрешена в квадратурах. Вот этот метод, мы его называем методом восстановленного потенциала. Авторы этого метода, они независимо получили, пришли к нему, это Лихтенфельд, а также Бронников и Шики. Вот они независимо этот метод развили, они называли его методом метод обратной задачи, университетным методом. Но поскольку этот термин в другом месте задействован, тут все-таки, наверное, метод восстановленного потенциала как-то более убедителем. Ну вот, с помощью этого метода наш коллектив получил вот такие квадратуры, 6-8, где метрические функции находятся по заданному полю, или функции большую, или функции максималые, таким образом, что потенциал бусин, он восстанавливается вначале как радиальная функция. А затем, ну поскольку поле, например, заданное, то мы можем радиус, радиальную координату вырастить, может быть, кусочно непрерывно выразить через поле хи, подставить вместо р в с волной в стильдой и получить потенциал как функцию поля. Это вот нам позволяет, ну важно отметить, что любое решение этим квадратурам должно удовлетворять. Вообще любое, то есть если мы задали изначально потенциал, и у нас получили решение, то эти квадратуры будут удовлетворяться. Ну вот для двухметрических функций нам должно, это прямо из квадратуры следует, должны выполняться условия 9, из которых в свою очередь следует, что мы можем поступить следующим образом. Выбрать некоторую функцию кси, которая строго, монотонно возрастает. Она выпукла вниз. Это обязательная вещь. И в таком случае мы по следующей схеме действуем. Из функции кси. Простым дифференцированием кси мы находим функцию е в степени f. Отсюда после интегрирования кси у нас есть, е в степени f есть, m это у нас как будет видно шварширного масса, которая на бесконечности определяется по орбитам, по орбитальному движению. Интегрирование находим а, а затем функцию f. Как и положено из формулы c. Чтобы найти поле и потенциалы, берем функцию е в степени f, то есть производную кси, находим f, из f находим φ штрих, это большую штрих на р, отсюда интегрирование φ, потенциал, как функцию радиальной координаты и потенциал как функцию в камере. Вот такая стратегия для получения решений и моделирования этих решений. Ну вот теперь надо поподробнее посмотреть, когда у нас получаются черные дыри, а когда получаются более сергулярности. Для этого надо просто рассмотреть квадратуру геометрической функции а и мы видим, что на самом деле тип решения определяется только двумя параметрами. Это шваршильдовая масса и значение функции кси в начале координат. А функция кси полностью регулярна. Она в этом отношении очень хорошо задана. на бесконечности стремится асимптотической кардиальной координате, а в нуле к конечному положительному значению. Ну вот черные дыры когда получаются? Как кси от нуля меньше трех им. Почему? А потому что в этом случае, вот в этой квадратуре, числитель становится отрицательным и когда r стремится к нулю, то a будет стремиться к нему с бесконечности. Так, у меня тут ошибочка. r стремится к нулю. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. Тут у нас r стремится к нулю. Посредством копипаста все это делал, а заменил на r, а бесконечность на 0 забыл. Значит, r стремится к нулю. Так вот, когда r стремится к нулю, а стремится к минус бесконечности, если выполняется условие, xe от нуля меньше трех им. Ну, соответственно, если xe от нуля больше трех им, то мы получаем голую сингулярность. Здесь, конечно, также r стремится к нулю, потому что в этом случае под интегральное выражение оно все время остается положительным. Ну, кроме того, если мы не рассматриваем этот случай, он требует тонкой настройки, в случае xe от нуля равно 3, это может быть регулярное решение. Может быть черная дыра или голая сингулярность. В зависимости от того, как скалярные поля вблизи для себя ведут. конкретный пример, чтобы дальше не слишком абстрактно не поступать. Во-первых, из квадратур сразу следует, что xe ведет себя вот таким образом, вблизи нуля. То есть xe от нуля вполне себе конечная величина, а на бесконечности xe вот асимпатический кардиальный координат страницы. Мы вот такой анзас выбираем. Он просто самый простой, но тем не менее он отражает качественно поведение практически всех решений. Нас интересует в основном функция а. Для функции е в степени ех и для поля фи можно для е в степени в точные решения и для а точные решения просто оно несколько громоздкое. Поэтому я вот ограничился тем, что выписав асимпатическое поведение этих функций на бесконечности таким образом на бесконечности шваршильдовая асимпатика, а вблизи нуля мы видим, что если а у нас оказывается больше чем 6m то в этом случае дальше мы полагаем равным единице то есть попросту говоря фиксируем единицу длины равную массе конфигурации центральной всей конфигурации так вот если а больше 6m мы конечно получаем голую сингву а если а меньше 6m это будет очевидно конечно же черная дыра вот при таком анзации мы так себе все не решили понятное дело то есть вот получаем такую метрическую функцию а которая определяет тип конфигурации ну вот на этих графиках стоит остановиться поподробнее на левом графике у нас метрическая функция а для четырех конфигураций с одной и той же массой мы ее полагаем равной единице то есть как я уже сказал фиксируем единицу длины это значит что в общем-то говоря мы имеем тонкая черная линия это решение швардшинга здесь радиальная координата равна 2 радиальная координата равна 2 так радиальная координата радиальная координата равна 2 так что вот это у нас шваршильдова метрика функция а дальше красным жирным у нас показана черная дыра со скалярным полем мы видим что радиус горизонта существенно меньше но обратите внимание что на самом деле радиус горизонта может быть сделан любым если мы кси от нуля будет чуть-чуть чуть меньше трех то есть фактически можно вообще к нулю устремить этот радиус горизонта это вот особенность скалярных конфигураций ну скалярное поле как я уже говорил оно моделирует темную материю которая окружает на центре галактик и таким образом очень сильно влияет на геометрии пространства времени таким образом вот если в нашей модели горизонт может иметь сколь угодно малое сколь угодно малый радиус это очень важный момент по сравнению с радиусом швашидного но обратите внимание вот там где у нас 6М уже все решения примерно ну а при 10М они уже мало отличаются при 20М совсем мало то есть фактически получается вот на левом графике мы с вами видим что и швашидово черная дыра и скалярная черная дыра и две гонок сингулярности с разными значениями параметра а а больше 6 конечно в обоих случаях тогда мы получаем гонок сингулярности то в этом случае при амэр равном 20 ну то есть попросту говоря 10 радиус от горизонта мы уже никакого отличия не видим это вот такая особенность еще одна особенность обратите внимание что голые сингулярности со скалярным полем вот имеют такую форму потому что если мы возьмем швашидово голые сингулярности она у нас получается при отрицательных массах там метрическая функция все время больше единицы то есть никакого совпадения на достаточно больших радиусах у нас с вами нет я хочу заметить что на самом деле вот для саджитариуса старта для стрельца нашей черной дыры или голой сингулярности в центре галактики мы на самом деле имеем более менее качественное наблюдение только для тысячи радиусов межмашинга то есть тысячи радиусов горизонта а ближе пока еще мы будем надеяться что через 10 минут обратите также внимание на то что угол сингулярности у нас с вами минимум есть у метрической функции А что это значит а это значит что поскольку эффективный потенциал для массивных падающих частиц он пропорционален метрической функции то при моменте импульса частицы равно нулю мы получаем что у нас с вами эффективный потенциал покоящиеся частицы имеют минимум я не стал выписывать эффективный потенциал потому что он в принципе говоря такой же как в Лутоновском случае только здесь то есть это единица там плюс J вот это J момент удельный момент импульса J в квадрате поделить на R в квадрате R в квадрате ну если J равный нулю то эффективный потенциал в точности совпадает с метрической функцией вот какая получается история в случае черной дыры это радиальное падение однозначно тут никаких вариантов нет а в случае горло сингулярности мы имеем радиальное падение до тех пор пока частица не начнет ну условно говоря вот двигаться вот в этой потенциальной яме которая определена вот этой самой метрической функцией с течением времени конечно за счет столкновения и тому подобного все частицы соберутся на дне потенциальной ямы и у нас получится такое кольцо которое минимум потенциальной ямы имеет максимальное давление а на краях более-менее свободно но тем не менее частицы они все ну что-то типа нашей атмосферы потому что у нас плотность у земли большая а наверху нет ну только здесь будет она вот так симметрична относительно стенок ямы то есть вот такое притяжение ну вот здесь на правом графике показаны эффективные потенциалы для разных значений удельного момента импульса частицы для черных дыр и для голых сингулярностей ну и для голых сингулярностей они вот тоже такие для черной дыры у нас тоже есть минимум эффективного потенциала вот он здесь показан но он достижим только при ненулевом моменте импульса это значит что при таком моменте импульса и при таком радиусе частица будет двигаться по кругловой орбите вокруг притягивающего центра покоиться она не будет а здесь поскольку угловой момент импульса ну и уравен то получается что частицы здесь покоятся они образуют такую сферическую оболочку это газ обломки звезд остатки звезд ну и тому подобное а может быть и что-то твердое потому что оно вполне себе устойчиво удерживается самый нижний синий график справа показывает последнюю устойчивую орбиту это там где эффективный потенциал имеет точку перегиба и дальше уже минимума нет то есть это внутренний край аккреционного диска который собственно говоря и считается причиной вот этих вот событий приливного разрушения в которые по мысли авторов этой модели врезаются остатки разрушенных приливными силами звезд и соответственно они вызывают вспышки ну в принципе модель вполне жизнеспособна я еще приведу графики приливных сил вот приливные силы они по стандартной формуле P это тензор приливных напряжений и мы видим с вами что есть некоторые отличия во первых в направлении этих сил условно говоря если обычная звезда звезда главной последовательности ну типа солнца начинает приближаться к черной дыре то она вытягивается в некоторую такую фигуру подобную ну ядре не ядре но вытянутому сфероиду который собственно говоря в дальнейшем начинает разрушаться если же мы говорим о голых символферностях там все наоборот то есть там звезда при приближении вот притягивающему центру она начинает сплющиваться в радиальном направлении таким образом это она приобретает форму некому блина который касателем сферам окружающим притягивающей центру гонной сингулярности ну это видно как из левого графика так и справа потому что P2-2 ну и P3-3 такой же будет это собственно говоря здесь все наоборот мы видим что преливные силы для черной дыры они отрицательные значения имеют то есть попросту говоря в поперечном направлении касательным сферам звезда будет сплющиваться а у сингулярности наоборот она будет растягиваться в этих направлениях ну и наконец вот собственно говоря главный вывод да я статья по результатам которой это все делается докладом она скоро будет опубликована в журнале Юниес там все подробности будут даны я немножко забегаю вперед может быть что ну это ее легко может найти кто заинтересуется можно со мной связаться и так что случается когда звезда разрушается сверхмассивно черной дырой расположенной в центре галактики в этом случае вот на картинке показаны основные элементы это конечно здесь горизонт равный двойке если масса у нас единица затем идет вот она затем идет фотонная сфера это три массы полтора радиуса горизонта и наконец шесть масс это край окрационного диска последний устойчивый орбит особенно широким не бывает ну вот как-то примерно пропорционально здесь все нарисовано конечно все окружено темной материей и весь вопрос только в том да я сказал 2М это для шваршивного случая а в случае скалярно-полевых конфигураций горизонт может быть очень маленький ну скажем там одна сотая или одна тысячная от массы от полной массы конфигурации но пропорционально картинка все равно сохраняется многочисленные численные эксперименты показали что и фатунная орбита и внутренний радиус секреционного диска то есть последняя устойчивая орбита иска и на мост они так сказать их пропорциональные соотношения сохраняются таким же как и для шваршивного черного дыра вот слева на рисунке показана падающая звезда моделирование показывает масса работ на эту тему что после приливного разрушения как я уже сказал она вытянута в виде такого подобия вытянутого сфероида и получается такая картина что часть обломков остатков звезды захватывается черной дырой начинает падать в сторону аккреционного диска и вращаясь по такой спирали вокруг черной дыры она вызывает свечение ну вот такая модель вторая часть примерно половина остатков она уходит от столкновения черной дыры и уходит на какую-то или незавхнутую орбиту или орбиту с большим переводом вот так сказать механизм примерно такой ну тут конечно много вопросов первый вопрос это он состоит вот в чем каков механизм преобразования кинетической энергии остатка звезды в свечение но все-таки аккреционный диск это в основном газ ну плазма в общем-то говоря здесь большая проблема каким образом происходит самоизлучение особенно если учесть что эти обломки постепенно падают на аккреционный диск здесь конечно нужно смотреть ну вот теперь давайте перейдем сингулярностям и здесь конечно у нас совсем другое объяснение вот этих вспышек которые могут происходить есть ли там приливное разрушение нет ли там приливного разрушения то значит это совершенно не важно просто когда звезда попадает вот в эту оболочку серого вещества но это на самом деле обычное барионное вещество которое скопилось в потенциальной яме гравитационной потенциальной яме так вот в этом случае мы как говорится просто будем иметь действительно яркую вспышку которая может длиться напитие недели две все в полном соответствии с наблюдаемыми величинами а потом постепенно это вещество будет остывать оно изначально было остывшим и затем интенсивность свечения начнет падать разумеется это многое объясняет и излучение в рентгеновском диапазоне и в оптическом ну и там и в ближнем инфракрасном диапазоне то есть все безвозможные спектры и кроме того конечно линии поглощения в этих вспышках особенно для рентгеновского излучения конечно такая надо будет объяснять лучше вот собственно говоря это вот ключевой момент если дальше изучать эти самые события предельного разрушения то вполне возможно что мы можем получить больше информации о том что же все-таки находится в центрах Галакти потому что есть предположение что там вообще кротовые норы в частности наш наш радиоастром вот к сожалению не получил достаточно данных чтобы это развлечение сделать он настроен в частности на поле спортовых норов он уже 5 лет назад прекратил работу но тем не менее вот так есть ну вот заключение такое что надо наблюдать дальше в этом случае ну что называется могли бы получить что-то еще так большое спасибо за внимание в общем доклад закончен спасибо есть ли вопросы приступающего можно один вопрос я не погружен в эту тематику поэтому я не различил для себя и хотел бы понять следующее вот модель включающая черную материю она получилась из первоначального предположения или как следствие каких-то других рассуждений стала неизбежной модель которая должна включать темную материю она неизбежна потому что ее наличие в любом из нормальных галактик и в большинстве карликовых тоже оно подтверждено наблюдением то есть сомнение в том что есть какое-то скажем так вещество неизвестное пока природе которые гравитируют и создают дополнительное гравитационное поле в галактике которые в частности это гравитационная дополнительная сила значит и солнце наше тоже и мы тоже подвержены но так сказать в этом сомнении никаких нет потому что это следствие наблюдений можно привести десятки разных десяток то точно разных свидетельств начиная с указания известного наблюдателя астронома свики швейцарского который в 30-е годы еще указал на то что для скопления галактик не выполняется теоремия вериала известная из механики что но там масса это линзирование во первых потому что есть у нас скопление так сказать галактик или скопление звезд очень большое оно действует в цвет от удаленных квазаров как линза и если принимать во внимание только то что там есть и даже учесть какие-то тюбные облака газа этого не хватит даже на 1% для того чтобы было вот такое сильное линзирование ну и конечно это кривые вращения потому что на самом деле если по мы хорошо знаем что закон Кеплера таков что линейная скорость для круговых орбит по мере удаления в частности для планет Солнца она пропорциональна единица поделить на квадратный корень из радиуса на этом пропорциональна закон Кеплера ну в такой форме можно выразить его то здесь у нас как раз наоборот во всех галактиках звезды движутся с постоянной что удивительно с постоянной это очень достаточно точная вещь с постоянной линейной скоростью вокруг центра то есть закон Кеплера нарушается ну и конечно темная материя она сконцентрирована вблизи центров это понятное дело что бы там ни было какие бы сверхлепкие частицы они так сказать не были то есть ну как вот мы воздухом окружены но мы особенно воздух не притягиваем потому что наша масса маловато а там-то как раз она все наблюдения показывают что там должно быть должно быть или ядро темной материи или так называемый касп то есть по хрусту говоря резкий очень пик в центре в центре галактики то есть моделирование темной материи это вещь неизбежная мы не можем считать что звезды даже вот если эти звезды они находятся в некотором вакууме а то что моделируется скалярным полем это тоже немного таких моделей много на самом деле просто-напросто здесь вот наш клад в том заключается что мы использовали вот этот метод обратной задачи метод восстановленного потенциала получили квадратуры и вот смогли аналитические решения именно аналитические потому что оно качественное исследование выпускает численно и хорошо так сказать качественно там если что все известно то точно да мы численно можем получить а если нет то это довольно-таки трудно вот я не знаю ответил на ваш вопрос да ответил спасибо 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 есть ли еще вопросы ну да вообще достаточно сложная и все-таки я не согласусь с Александром Николаевичем все-таки дискутабельная тема я как раз с вами согласен это как раз еще какая дискутабельная или дискуссионная как удобно угодно будет потому что я знаете я вам просто тоже это не вопрос удержания но я все-таки маленькие замечания сделаю что понимаете меня немножко смущает что да не только меня что большинство исследователей ну как бы знаете бросились исследовать черные дыры больше ничего ну это знаете как в армии сказано лимон значит лимон сказано черная дыра значит черная дыра и все понимаете ну так нельзя надо рассматривать альтернативы до тех пор пока у нас не будет настолько убедительных дыра что все остальное просто отпадает вот так же как с той же темной матемой там чего только не было но теперь уже понятно что да это вещество специально премьер а скалярное поле кстати говоря если оно рождалось на заре развития вселенной в момент зарождения вполне возможно что это были частицы которые для взаимодействия требуют очень больших энергий а мы пока их достигнуть не можем так что не обнаружено никаких свидетельств взаимодействия этих частиц темной материи о них везде ищут и на Байкале и в Церне на Адреном Коллайдере где только не ищут но к сожалению пока свидетельств взаимодействия частиц темной материи с обычной нет нет то есть взаимодействия только гравитационная так ну извините я немножко увлекся да нет это очень интересно ну даже ничего и сказать не смогу я ну а что очень интересная тематика и очень интересная очень интересная но я все-таки и больше консерватор пойду по стопам апостола фомы который сказал пока не вложу персты свои вран не уверую вы знаете в теме ну вот я не знаю она участвует в ваших семинарах или нет Юрий Петрович Рыбаков он конечно в теме полностью я уверен в этом и в плане скалярных конфигураций всего потому что у него там совместная работа есть в частности с тем же жителем Юргем Николаевичем который уже ушел к сожалению от нас но вот то есть он в тему полностью я понимаю что тема это как бы вам сказать несколько специфическое если это вот Леонид Антонович на следующий год пригласил где-нибудь тоже в марте в апреле выступить на семинаре я обещаю тематику сменить просто тут не было времени мы как раз работали над этой статьей мы могли сделать доклад по поводу квантовых систем кластерных квантовых систем состоящих из кубитов это имеет отношение к квантовой механике в конденсированных сверах вот у нас тоже есть результаты определенные вышли две статьи ну вот так сказать может быть это было бы более ближе потому что как я понимаю квантовая теория в широком смысле участники вашего семинара занимаются во первых я ловлю вас на слове уважаемый Александр Николаевич и приглашаю заранее причем я как и в предыдущий раз предлагаю выступление на тему по вашему выбору в самом деле так будет даже интереснее к чему в тот момент будет больше лежать душа ту тему нам и приятнее будет выслушать это я серьезно говорю понятно Дмитрий Сергеевич а твое мнение да конечно очень интересно все слушать вне зависимости от того как это соотносится с реальностью кто знает что есть реальность Дмитрий Сергеевич что есть истина Дмитрий Сергеевич я вот с вами согласен полностью что здоровое сомнение здоровое недоверие должно быть всегда я в частности в определенном только правда аспекте его как раз и демонстрирую ну то есть нет от меня не прозвучало утверждение что эта модель как-то верна там и тому подобное нет конечно но надо смотреть вот это фактически все вот но тем не менее понимаете это точная модель даже если не брать конкретный пример который приведен в докладе можно провести общий анализ на основе лаборатор но и другие примеры взять и будет видно что в принципе говоря качественно все то же самое то есть вот такая такая вещь да соглашусь конечно все именно так все именно так впрочем для меня интерес именно в процессе соответствует реальностью мы пока не достигли такого просветления ума чтобы это постичь высокий стиль ну я думаю Дмитрий Сергеевич ну может быть достигнем это все зависит от людей я бы сказал подвижников это наблюдатели астрономы будем надеяться что лет через 10 как говорится мы все узнаем если доживем если будем живы потому что развивается все очень быстро очень быстро и с неожиданными поворотами главное да и с неожиданными поворотами ну та же темная материя те же вот эти ну понимаете это вообще удивительные вещи просто удивительные конечно это всего лишь за какие-то 30 лет произошло и там у природы большого взрыва более-менее уже она прояснилась до самой-самой-самой такой вот ну скажем так хотя бы до одной секунды там дальше это уже спекуляция определенная идет мы знаем тем не менее да это вообще удивительная вещь удивительная вот и посмотрим что дадут наблюдения кстати сейчас у нас запущен же проект спектр-рг который будет так же как радиоастрон это наш проект там коллаборация но Россия она главенствующую роль играет там еще входят немцы венгры голландцы немножко французы итальянцы в общем такая коллаборация в вермитенском диапазоне будет делать то же самое что делал радиоастрон в радио диапазоне на миллиметровых уровнях так что будем надеяться что скоро мы у нас тоже получим какие-то результаты ну да только на это и остается уповать нет нет не только на это любое исследование моделей всегда приближенных но реалистичных это один из путей развития недаром наш семинар называется математическое моделирование а не просто ожидание экспериментальных наблюдений вот здесь я все-таки уточню ваше Дмитрий Сергеевич суждение прошу прощения да да все так несомненно ну я думаю можно на сегодня уже завершать нашу научную дискуссию да большое спасибо большое спасибо взаимно коллеги большое спасибо за внимание всего вам доброго до новых встреч как говорят до свидания до свидания до свидания Дмитрий Сергеевич прошу до свидания